Уже за сценой встреча без галстуков и без погон. Единственный кто при парадном мундире начальник кубанского главка Владимир Веневский. Остальные руководители районных отделов полиции пришли в гражданском. Обстановка, которая располагает к разговору с губернатором доверительному, но практичному и местами даже прагматичному. Глава региона сразу дает понять, что людям сегодня от кубанской полиции нужны современные стандарты в работе. Исполнительная власть и полиция это те два кита, от которых во многом зависит стабильность всего региона. Тандем правоохранителей и местных администрации должен стать важным элементом в механизме безопасности. в муниципальном образовании. И отрадно, что подавляющее большинство начальников действительно люди на месте и со стержнем, и хорошие профессионалы. Я жду от вас, от каждого из вас, безусловно, огромной самоотдачи. Александр Ткачев подчеркнул, что перед правоохранителями сейчас стоят сложные задачи, которые отвечают духу времени. Но тот опыт, который кубанские полицейские получили за время работы на Олимпиаде и Формулы-1, не оставляет им возможности снижать свою планку. Модель инфраструктуры безопасности, которая сработала на двух мегапроектах, должна перенестись, так сказать, и в обычную жизнь края. Мы здесь едины, у нас нет такого, чтобы мы перетягивали одеяло. Но самое главное, наверное, для себя я вижу и для сотрудников, для руководителей, которые здесь присутствуют. Мы впредь будем стоять на страже правопорядка, законности, потому что у нас задача одна, чтобы в крае было все нормально, чтобы можно было спокойно гулять по улице, чтобы наши дети росли счастливыми, чтобы люди, которые к нам сюда приезжают на Кубань отдыхали, они чувствовали, что здесь правопорядок, чтобы бизнес у нас здесь развивался и не боялся никаких побочных влияний со стороны преступного мира. Пристальное внимание полиции губернатор просит уделять резиновым домам и квартирам. Там, где бесконтрольно размещаются и живут десятки приезжих из других стран и регионов. И это часто провоцируют рост преступности в этих районах. Резиновые квартиры. Это, конечно, чудовищно. И здесь нам нужна наступательная работа. Задача власти, задача полиции, конечно, сделать все, чтобы навести порядок. И понятно, что закон присутствия этих граждан со своей ментальностью, они, так сказать, понимали, что закон здесь превыше всего, что любое нарушение, любой шаг влево, шаг вправо, это, так сказать, карается, наказывается и просто недопустимо баловаться на территории нашего субъекта. Помогать следить за порядком как раз и в тех местах, где находятся резиновые квартиры, должны современные технологии. На электронную систему безопасный города 2017 года в крае выделено почти 2 миллиарда рублей. Это создание не только в городах, но и районах, ситуационных центров, комплексов видеонаблюдений и устройств в связи с полицией. Но в погоне за технологиями нельзя забывать, что без людей все это сойдет на нет, заостряет внимание Александр Ткачев. Поэтому полицейских, особенно рядовых, на чеплечи падает основная нагрузка. В Краснодарском крае будут поддерживать и дальше. В 2014 году уже потрачены очень серьезные деньги на приобретение жилья участкового. Планируется ли что-нибудь дальнейшее развивать эту программу и приобретение жилья в 2015 году? Мы хотим, чтобы хорошие участковые работали десятилетиями, уходили на пенсию участковым, майором, капитаном, как угодно. Это залог стабильности и безопасности. Мы в 2015 году, вот проект бюджет как раз будет обсуждаться у нас в конце ноября, уже окончательно, там запланировали порядка 90 с лишним миллионов рублей. У участковых уполномоченных и считаю, что это абсолютно оправданные траты. Понятно, что это, конечно, мизерные, в общем-то, средства, но и мы намерены дальше тратить и поддерживать вот это направление работы в кубанской полиции. Задачи перед полицией гораздо глобальнее, чем кажется на первый взгляд, подводит итог Александр Ткачев. Ведь от безопасности в регионе зависит и то, как край будет развиваться в будущем и с точки зрения экономики. Как показывает практика, серьезный бизнес приходит туда, где все предсказуемо, понятно и даже скучно с точки зрения безопасности, которую кубанская полиция должна обеспечивать и дальше. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.